МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Сегодня в выпуске. Из Италии в Чувашию что будут выращивать в иностранных теплицах? Берите билет. В какие приметы и ритуалы верят чваксарские студенты? Не только физически, как помогают инкобальмин в республике. Сегодня Кабинет министров Чувашии рассмотрел изменения в закон на республиканском бюджете на 2017 год. Доходы казны увеличиваются на 5 миллиардов рублей. Какие статьи бюджета получат дополнительные финансирования? Далее в выпуске. Более 2 миллиардов дотаций поступит в республиканский бюджет. Будет увеличено финансирование здравоохранения, образования, физкультуры, спорта, культуры. Почти 350 миллионов направят в сферу социального обеспечения, 230 на жилищное строительство и больше миллиарда на дорожное хозяйство. Таким образом, сейчас бюджет республики равен 40 миллиардам рублей. Кроме того, у нас дополнительные расходы в целом. Это 6 миллиардов рублей. Расходы, если рассматривать, на какие цели они в большей части направлены, то из них более 3,5 миллиарда рублей будут направлены на поддержку реального сектора экономики. В целом на эту отрасль с учетом уже принятых решений, с учетом уже утвержденного бюджета, более 9 миллиардов. Также предусмотрено увеличение инвестиций на 2 миллиарда рублей. Начнется строительство планетария, центра ядерной медицины, сельских домов, культуры. Запланирована реконструкция детской больницы, строительство двух школ и детских садов. Среди законопроектов, рассмотренных сегодня кабинетом министров, был и документ о социальной поддержке детей в Чувашии. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, получат право на однократное прохождение отчественного обучения по программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям. Студенты, потерявшие период обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. Студенты, относящиеся ко всем вышеназванным категориям, которые обучаются очно за счет средств бюджета, получат право на полное государственное обеспечение, а также выплату государственной социальной степени в период отпуска по беременности и родам. Кроме того, теперь жители Чувашии, которым необходима бесплатная юридическая помощь, могут выбирать себе защитников или консультантов. Обратиться можно либо в Центр предоставления мер социальной поддержки и отдела социальной защиты населения на местах, либо к адвокатам, которые являются участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Их в Чувашии 70. В прошлом году за такой помощью обратились более 13 тысяч человек. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. На заседании Кабинета министров министр здравоохранения Алла Самойлова сообщила, что в графике строительства фельдшерско-акушерских пунктов на ближайшие два года запланированы ФАП в деревне Оксарино Марпасадского района. Напомню, накануне глава Чувашии стал гостем программы отражения общественного телевидения России. В течение получаса Михаил Игнатьев отвечал на вопросы телезрителей, среди которых был вопрос и о доступной медицинской помощи в Оксарино. К другим новостям. Чувашия продолжает расширять сотрудничество с зарубежными странами. Реализацию совместных проектов глава республики сегодня обсудил с руководителем Итальянского университета Стефано Бандеки. В Римском телематическом университете имени Никола Кусана намерены инвестировать в строительство инновационных теплиц. В земельный участок уже подобран современный комплекс. Разместится в Маринском посадском районе. Здесь будут заниматься разведением семян и выращиванием росады томатов. Глава республики пообещал всестороннюю поддержку итальянскому проекту. В феврале на инвестиционном форуме в Сочи между кабинетом министров и университетом подпишут соглашение о сотрудничестве. Семена, которые мы привезем на территорию России, зарегистрированы под брендом университета имени Кусана. Это продукт высокого качества. В республике я сделал анализ спроса на семена и понял, что это будет выгодный проект. Он позволит вывести эффективные семена, которые раньше приобретали только в Европе. Очень приятно то, что несмотря на определенные сложности между Россией, между странами Евросоюза, которые санкции представили, мы идем пошагово и есть уже результаты нашего совместного труда. Прежде всего он взял на себя ответственность, риски. Реклама, двигатель, прогресс. Да и сама она эволюционирует с каждым днем, появляется все больше форм воздействия на потребителя. В последнее время в Чебоксарах набирают обороты светодиодные бегущие строки. Однако, как выяснилось, в большинстве точек они установлены незаконно. Подробнее в следующем материале. Акция, акция, акция. Успей купить по сниженной цене. Просто набери номер телефона. Бегущие строчки с такими призывами можно увидеть практически на каждой Чебоксарской улице. Кто-то на них не обращает внимания, для кого-то они могут стать серьезной проблемой. Бывают места, где эти табло размещены и размещены красным цветом. И активно это слепит участников дорожного движения, как пешеходов, так и автомобилистов. Притом мы знаем, что красный цвет, это цвет у нас светофора, запрещающий знак. И дополнительное отвлечение, это очень серьезно влияет на безопасность дорожного движения. Все эти опасности возникают по одной причине. У многих предпринимателей отсутствует разрешение на установку электронных табло. Таких нерадивых бизнесменов в Чебоксарах более 60. Все нарушения нами зафиксированы. Готовится сейчас предписание администрации города. И установленные сроки эти предписания должны быть выполнены. В случае неуполнения предписания администрации города, материалы будут направлены в МВД. И в МВД будут составлены протоколы об административном правонарушении. К слову, нарушения могут влететь в копеечку. Штраф на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей. На юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона. Чтобы уберечь себя от ненужных проблем, достаточно обратиться в столичную администрацию. Там подскажут, как правильно выбрать место для размещения рекламы и выдадут разрешение. Оно действует в течение пяти лет. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Рушения могут влететь в копе тысяч рублей. На юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона. Самая низкая в стране смертность от рака в Поволжье. Свой вклад в борьбу с этим недугом внесла и Чувашская республика. Ежегодно в республиканский онкологический диспансер поступает более 10 тысяч пациентов. Консультационную помощь получает около 70 тысяч. Сегодня рак – это не только медицинская, но и социальная проблема. Союз женщин-чувашия разработал проект, направленный на поддержку онкобольных. Сергей узнал о диагнозе четыре года назад. За это время перенес операцию и курс химиотерапии. После кратковременной ремиссии мужчина снова оказался на операционном столе. В такой тяжелый послеоперационный период, когда все внутренние ресурсы исчерпаны, очень важно обрести поддержку извне. Самое тяжелое время, если замкнуться в себе, очень тяжело. Когда ухаживают за тобой специалисты, как-то раскрепещаешься, становится намного лучше. Настройка большой значение имеет. Если на плохой только настроиться, только не жить. Если настроился на жизнь, живу уже. Исцеляя заботой. Название проекта говорит само за себя. Ведь порой моральная поддержка необходима больному так же, как и медицинская помощь. Впереди есть жизнь. Но эта жизнь не обречена на одиночество, не обречена на страдания. Забота и внимание, оказанное пациенту, является очень важной составляющей частью для его выздоровления. Тогда, когда человек чувствует себя психологически комфортным, несмотря на тяжелый недуг, вот в этот момент психологического комфорта мобилизуются все его ресурсы организма для преодоления болезни. В рамках проекта за каждым онкобольным будет закреплен психолог. Он поддержит человека на каждом этапе выздоровления. Кроме того, на базе онкологического диспансера создана сенсорная комната, где больные смогут погрузиться в состояние психологического спокойствия. Еще одно направление проекта – социальная поддержка онкобольных. Многие семьи не могут позволить себе оплачивать сиделку для больного человека. Помочь в этом готовы три чебоксарские организации – «Красный крест», «Сестры милосердия» и комплексный центр социального обслуживания. Мы обучаем не только наших социальных работников, как нужно правильно ухаживать, но и родственников. И социальные работники наши сегодня, они уже умеют оказывать первичную доврачебную медицинскую помощь. О том, как важно мыслить позитивно и насколько значима поддержка близких людей, не понаслышке знает председатель Союза женщин Чувашии. Мы должны четко знать, куда нужно обратиться в случае, если вас вот эта вот беда постигла. В республиканском онкологическом диспансере готовы оказать психологическую помощь не только пациентам, но и их близким. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. О патриотическом воспитании молодежи в день студента речь шла на встрече главы Чувашия с представителем Министерства обороны России. Советник управления государственно-патриотического воспитания вооруженных сил России Владислав Сенкевич отметил, воспитательная работа – одна из важнейших составляющих подготовки молодых людей к службе в армии. В Чувашии эта работа налажена. Значит, радуюсь, что есть и клубы патриотические, и есть те поисковые отряды, которые большую очень работу делают. Приятно, честно сказать. Спасибо. И что еще тоже хочется отметить, что вас действительно тоже начинает набирать обороты движению на армии. Михаил Игнатьев поблагодарил гостей за оценку и добавил. Чуваши – один из немногих регионов России, где традиция проведения игр юно-армейского движения «Зорница» и «Орленок» не прерывается уже почти полвека. Сегодня в стране отмечают День российского студенчества. Широкие гуляния прошли в вузах республики, а в Чувашском государственном университете к празднику подготовили креативную программу. Эта традиция в вузе прижилась давно. Каждый год, 25 января, в Чувашском государственном университете исполняют гимн всех студентов «Гаудеамус». Его слова в Чигу знакомы многим, хору подпевали и преподаватели, студенты. Нынешний Татьянин день для вуза станет знаковым. Сегодня у университета появился собственный талисман. Символом Чигу стала сова. Студенты придумали ей имя – Ульян. Этот образ выбирали на протяжении месяца. На конкурс прислали большое количество работ. Было прислано более 25 заявок. Разные образы присылали. Были белый тигр, мамонт, иволга, орел, даже суслик был. Поэтому конкурсная комиссия серьезно подошла к вопросу выбора и приняла решение о том, что сова является, скажем так, оптимальным выражением творческой мысли, мудрости, знаний. Но большинство студентов сессия позади, что помогло сдать экзамены. Бессонные ночи в обнимку с учебниками, шпаргалки или что-то еще. Об этом далее. Сейчас Шурик обеспас всемогущий Гугл. Охотиться за конспектами студентам 21 века необходимости нет. В остальном все так же. Готовятся, пишут шпаргалки и ровно в 12 ночи ловят халяву в зачетке из форточки. А халява? Халява есть! Халявы не будет! Первокурсница Арина Филиппова сдает только первую сессию, но уже успела разработать свою систему, как брать билет. Холодно-горячо. Если холодно, то билет особенно не берите. Поэтому совет даю будущим студентам. Если горячо, то значит это именно ваш билет, именно ваши вопросы. Вы ответите на них с отличием. Берите билет. Профессор, можно еще? Не стричься перед экзаменом, вставать утром с левой ноги или даже подержаться за студента, который уже сдал на пять. Пока мы готовили материал, собрали десятки способов стать отличником. Было время, когда я сдавала экзамен, клала к себе ботинок пять рублей. Не знаю, помогал или нет, но как-то у меня повелось так, что я сдавалась он отлично. Но, насколько я знаю, некоторые не моют голову перед экзаменом, боятся смыть свои знания. Трудно поверить, но и строгие преподаватели тоже когда-то были студентами. Прилежными и не очень. Я обычно заходил на экзамен в самом первом, потому что всегда был уверен. Я готовился очень серьезно всегда. До третьего курса я четверки не получал. Получил единственную четверку на четвертом курсе. В старину люди говорили бабушке своим внукам, ой, чтобы хорошо узнать, познать, запомнить, надо книгу под подушку положить. Мы клали трудные конспекты, ключевые книги под подушку. Иногда они нам снились даже во сне. Верить или нет, каждый решает сам. Мы не будем читать норовоучения на тему знания сила. Просто пожелаем тем, кому еще предстоит сдать экзамен или зачет ни пуха, ни пера. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Республика. Под звон колоколов. Накануне в Ибресинском районе недалеко от села Малой Кормалы осветили храм Иверской иконы Божьей Матери. Торжественный момент запечатлела пресс-служба администрации Ибресинского района и поделилась с нами. Чин освящения нового храма провел преосвященный Феодор и епископ Аллатрский Порецкий. Никола-Иверский женский монастырь ведет свою историю с 1903 года. Строили его на пожертвования местных жителей, среди которых были в основном инвалиды войны и дети погибших солдат. После Октябрьской революции 1917 года жизнь обители изменилась. Началась атака на капитал. Строители новой жизни под лозунгом «Мы новый мир» до основания разрушима убивали священников, закрывали монастыри и разрушали храмы. Еще несколько лет назад это здание было настолько разрушено и запущено, что в нем нельзя было узнать Божий храм. Восстановление и строительство новой церкви Иверской иконы Божьей Мастери по благословению митрополита Чувашского Варнава началось 18 августа 2011 года. А сейчас в ней отслужили первую божественную литургию. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Впереди еще блог «Полезная информация». Я с вами на этом прощаюсь. До свидания. Сегодня я пришла в гости к Сергею. Сергея заказала у нас эту красивую кухню. И вот я пришла перед Новым годом, чтобы посмотреть, что же у вас получилось. Прошел уже год. Расскажи, пожалуйста, как нравится вам? Нравится. Как мы переехали, я стал готовить больше. Ранее кухня, мужчина, две несовместимые вещи. Мясо, ребрышки, крылышки. Все запекаем. Кухов мы заказали много. Некоторые даже до сих пор не забиты. Сушка у нас вот здесь. У нас сушка на нижней базе. Да, да. И посудомоечная машина. Снизу, да. Судомойка у нас тоже прячется. Здесь посудомойка. Так как она не устраиваемая, то пришлось ее брать. Мы долго выбирали фартук, то есть думали, прикладывали, рисовали, и лимоны прям замечательно устали. Не яркие такие, да? Не яркие, не яркие. Нет, они, да, не такие, что пестрые. Добавляю пяти. Плюс, да, на стекло прыгает вода, когда еще не вылипно, и все хорошо выбирали. И вот это стекло тоже долго выбирали. Что же здесь сделать? Либо оставить пустым место, либо рисунок. Но рисунок здесь бы явно был пестрым, и он бы выбивался. Планирую в будущем заказать шкафы, прихожую, мой маленький кабинет. Сотрудничество с Демирой на это у нас не останавливается. Сотрудничество с Демирой на это у нас не останавливается.